Анализ на холестерин можно сдать в любой медицинской лаборатории, но по назначению врача. Обязательно предупредите специалиста, если принимаете какие-то лекарства. Кровь сдаем натощак, при этом последний прием пищи не менее чем за 12 часов до. Определенной подготовки анализ не требует, чтобы показатель был максимально точным. Чтобы узнать уровень холестерина, нужно сдать кровь из вены. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой уровень холестерина считается нормой? Уровень холестерина считается до 5,2. А когда я получу результаты? Результаты будут завтра. До скольки, до скольки? Ну, обычно нам результаты привозят с утра. Часов 9. Поработайте ручкой. Не боитесь? Боюсь. Так, ручку ровно. Все, сгибайте ручку. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Я ознакомилась с результатами вашего анализа. Все показатели соответствуют в норме, поэтому коррекция холестерина вам никакой не требуется. А если уровень холестерина у человека повышен, что делать? Если уровень холестерина повышен, питание должно быть пересмотрено кардинально. В первую очередь это убираются продукты, содержащие в себе жиры животного происхождения. И необходимо, конечно, включать жиры растительного происхождения. А если наоборот понижен? Это, конечно, должна быть пища более, скажем так, уже жирная в кавычках. Это пища животного происхождения. Это различные масла, которые должны быть в пище постоянно. Это может быть сливочное масло очень хорошо. В том числе можно включать рыбий жир. В общем, полноценное питание должно быть сбалансированное. Если уровень вашего холестерина в норме, это не значит, что так будет всегда. С возрастом уровень увеличивается, поэтому нужно придерживаться правильного питания. Давайте разберемся, какие продукты помогают поддерживать холестерин в норме. Начнем с цитрусовых. Они выводят холестерин еще до того, как он попадает в кровь и засоряет сосуды. Сладкий перец укрепляет сосуды и понижает холестерин, а также предупреждает повышение артериального давления. Один из самых эффективных борцов с холестерином – овсянка. Также можно использовать отруби или овсяную муку. Бобовые – нут, фасоль, чечевица. Все они содержат растворимые волокна, которые очень полезны для сердца. Фисташки содержат натуральные растительные вещества. Они блокируют всасывание холестерина в кровь. Также они полезны для сердца и сосудов. Питайтесь правильно и будьте здоровы!